Противодействие агрессии России и наращивание оборонного бюджета. Такими были топ-темы на сегодняшней встрече министров иностранных дел НАТО. Госсекретарь США Рекс Тилерсон перед началом заявил, нужно обсудить позиции Альянса в Восточной Европе. Пригласили штаб-квартиру НАТО и главу украинского МИДа. О чем говорили, расскажет Елена Абрамович. Новоизбранный госсекретарь США Рекс Тилерсон на встрече министров иностранных дел НАТО впервые. Но, видимо, его мнение здесь наиболее значимо. Из-за американского дипломата даже само событие перенесли. Он не мог приехать на ранее согласованную дату. Перед началом Тилерсон расставил акценты. Мы стремимся к дискуссии по вопросу позиций НАТО в Европе, в основном в Восточной Европе, в ответ на российскую агрессию в Украине и не только. Агрессивным поведение России страны Альянса считают не только из-за гибридной войны в Украине, но и более ранних событий в Грузии и Молдавии. В НАТО обеспокоены присутствием России в Афганистане, а также из-за ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Альянсе в очередной раз подняли тему увеличения расходов на оборону. Настаивают на этом США, но генсек НАТО заметил – это не прихоть, а необходимость. Европа находится очень близко от России, которая проявляет все большей агрессии и желает использовать свою силу против соседей в Украине. Поэтому инвестиции в оборону в интересах Европы, тем более, что государства-члены НАТО на это согласились в 2014 году. Собственные планы, как достичь отчислений на уровне 2% от ВВП за 7 лет, члены Альянса должны предоставить на следующей встрече в мае. А сегодня выступить пригласили также министра иностранных дел Украины. На заседании комиссии Украина-НАТО Павел Климкин рассказал об обострении ситуации на Донбассе, захвате украинских предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, введении в обращение российской валюты, а также квазиналоговой и банковской систем. Также несколько стран предложили Украине помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области. Напомнил генсек НАТО и о работе трастовых фондов. На обучение украинских военных, реабилитацию и другие потребности уже собрали 35 миллионов евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности из Брюсселя. Европейское бюро телеканала Интер. 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 Европейское бюро телеканала Интер.